Первый, первый, я второй. Второй пилот. Здравствуйте, друзья. Это программа «Второй пилот». И сегодня она выходит у нас, несмотря на то, что в будний день, как обычно, но в этот раз в днём. Запись у нас программы происходит в субботу, 25 января. С вами я, Анастасия Денисова. И сегодня у нас в гостях абсолютный чемпион Московской области, абсолютный чемпион Москвы, чемпион России, бронзовый призёр Арнольд Классик Европа, призёр международных турниров, мастер спорта по бодибилдингу Виталий Потеев. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Настя. И, конечно же, у нас в гостях сегодня организатор и спонсор фестиваля «Доброе сердце 3» Кирилл Денисенко. Кирилл, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, я предлагаю начать с того, что узнать, фестиваль «Доброе сердце» проходит в ретераз, что на нём будет в этот раз и чем третий будет отличаться от предыдущих. Кирилл, расскажи, пожалуйста. Это будет очень интересный фестиваль, это будет консистенция прошлых фестивалей. Я взял, отобрал самое лучшее от прошлых, дополнил это. У нас также будет оперный певец из Большого театра, он пел в своё время для Ким Чем Ира, для Владимира Владимировича Путина, и будет открывать наш фестиваль, будет пить для детей. Также будет прошлая программа, как «Рыцаря». добавила «Стронг» команда «Хардгейнера», что будет интерактивное шоу, то есть покажем, развлечём, будут взрослые и дети. В этот раз будет участвовать детский дом села Балахоновского, воспитанники. В этот раз у нас гость пригласил Виталия. Виталий очень замечательный человек, бодибилдер. То есть, Иван, будет не только Виталий, будет ещё Игорь Гостюнин. А, да, будет Игорь Гостюнин. Он уже как бы продолжает традицию. И я очень рад, что в нашу команду добавился Виталий. Это очень такое... Хотел бы отметить большие качества Виталия как человека, как спортсмена, как личности. Спасибо. И продолжая традицию, мы сегодня приехали после тренировки, где, кстати, посвятили её, Настенька, тебе. Ничего себе, спасибо огромное. Вы мне сказали, что вы бицепс даже качали для меня. Друзья, ну это просто-таки, мне кажется, потрясающе. Никто для меня ещё такого не делал. Спасибо вам огромное. Я восхищена. Более того, мы прокачали ещё и грудь. Ничего себе. Но грудь-то самое главное. Там же сердце находится. Друзья, ну расскажи, Кирилл, ты вообще откуда знаешь Виталия? А, Виталия. Ну, Виталия мало кто и не знает. Нет, ты, может быть, лично знаком. Может быть, он твой дальний родственник. Или я имею в виду, вот как-то на него вышел и заманил на такое прекрасное мероприятие. Кстати, как? Я могу ответить за себя. Да. Вы понимаете, когда дело касается детей, это же будущее поколение, естественно, нужно закладывать правильные ориентиры в обществе, чтобы люди занимались спортом, были здоровыми, сильными, в то же время также открытые для общества. Друзья, ну к фестивалю «Доброе сердце» мы ещё вернёмся. Но для начала мы познакомимся ближе с нашим героем. Но это случится через пару мгновений. Второй пилот. Друзья, мы продолжаем нашу прекрасную беседу. Сегодня у нас в гостях мастер спорта по бодибилдингу Виталий Фатеев. Виталий, ну чтобы мы не искажали факты о вас каким-то образом, источники в интернете отличаются такой, сказать, очень низкой степенью достоверности. Поэтому от первого лица, пожалуйста, расскажите краткую свою биографию. Родился в городе Ставрополь, учился, жил, закончил институт приборостроения информатики. Параллельно учился в спортивном институте, закончил тоже тренерское направление именно по направлению фитнеса и бодибилдинга. Ну и переехал, конечно, работать в Москву, потому что там на тот момент, 7 лет назад, фитнес-клубов было больше. Сейчас-то, конечно, можно уже вернуться и работать здесь. Замечательные фитнес-клубы также оснащены хорошим оборудованием. Вот, так что... А соревновательная деятельность, она началась 16 лет назад, собственно. Вот, выступаю по сегодняшний день и собираюсь продолжать. Ну это прекрасное, мне кажется, стремление. А как появилась любовь именно к спорту, именно к бодибилдингу? Почему это, может быть, не игровые виды спорта, а именно это направление? Именно это направление. Вы знаете, в то время, когда я выбирал и был в поиске, тогда было очень большое количество различных кружков. И мне, собственно, было из чего выбрать. Вот, возможно, это мое личное предпочтение. Но так или иначе, хочу обратить внимание на то, что все здоровье зависит у нас, естественно, от физического самочувствия. Так или иначе, это затягивает. Ну, а у меня это приобрело именно вот такой соревновательный характер. Я как раз таки хотела поговорить об этом. Бодибилдинг и здоровье. Действительно ли бодибилдинг дает здоровье? Или все-таки в какой-то степени подкашивает? Когда спортсмены все-таки профессиональные, они работают на износ ведь? Да, конечно. Это требует больших моральных и физических усилий. И когда дело касается спорта, то это уже, естественно, работа. Работа. Ну, а, естественно, когда я тренирую людей, потому что я еще персональный тренер, вот, там люди, конечно, получают только позитив от этого и самые положительные качества. То есть вы все-таки работаете на износ, да? И как вы поддерживаете эту грань, так сказать, эту позицию, баланс? Сегодня, уже на сегодняшний день, существует достаточный выбор спортивного питания, который позволяет находиться на хорошем уровне работоспособности, что, собственно, могу порекомендовать людям, которые просто ведут активный образ жизни. Они сами заметят большую разницу в пользу работоспособности. И это спортивное питание, оно положительно влияет на то же самое здоровье? Или все-таки злоупотреблять не стоит? Только положительно. Тем более в наш век занятости, когда мы не успеваем правильно питаться, мы забываем про завтрак, обед и ужин, и все стараются есть в проглоте. Вот, это, естественно, конечно, помогает поддерживать здоровье. А тяжело ли переходить со спортивного питания на обычное? И бывают ли срывы какие-то? Хочется вот, ну, хочется тебе что-то такого неспортивного совсем. Да, я понимаю. Спортивное питание является лишь дополнением к основному рациону. Так что все-таки готовить придется. Никуда от этого не деться. Да. А что же нужно готовить? Каков он, основной рацион? Рацион состоит из натуральных продуктов. Ни в коем случае это не должен быть фастфуд. Вот, на этом, я надеюсь, когда-нибудь поставят точку все абсолютно. Вот, ну, а пока, пока нужно как-то совмещать, ну, умеренно. Крупы, овощи и мясо. Крупы, овощи и мясо, конечно. Отлично. Меню составлено, друзья. Продолжим нашу беседу с Виталием Фатеевым через пару мгновений. Первый, первый, я второй. Второй пилот. Друзья, мы продолжаем нашу спортивную беседу в студии Анастасии Денисовой. У нас в гостях мастер спорта по бодибилдингу Виталий Фатеев и организатор и спонсор фестиваля «Доброе сердце-3» Кирилл Денисенко. Продолжаем нашу спортивную, как я сказала, именно фитнес-беседу. В этом направлении движемся. Виталий, вот вы работаете фитнес-тренером, да? Вы личным тренером работаете или есть еще тренер, который по залу? Или какая система вообще работы тренера в зале? Система работа тренера колеблется, ну, по крайней мере, в Москве. Сейчас я работаю личным тренером, я, можно сказать, работаю индивидуально, допустим, с одним человеком, если он мне покупает карту в клуб. Вот, ну, а самая распространенная система, да, когда фитнес-клуб имеет свой тренерский персонал, вот, то тут нужно смотреть уже, конечно, по компетентности в ходе инструктажа. Первого инструктажа, который вам предоставляет фитнес-клуб. Можно, конечно, обратить внимание на то, как компетентен сам тренер. А как это, если вот я, например, абсолютно не разбираюсь в этом, как мне определить компетентность, если я сама? Вы попробуйте задать ему все вопросы, которые вас волнуют, и если вы получите ответы, которые вас как-то, вам помогут. Тут больше на интуицию, получается, ориентироваться, если человек уверенно тебе так отвечает и все рассказывает. Да, я понимаю, но так или иначе, сама фитнес-индустрия, в которой находится, допустим, тот клуб, который вы выбрали, она должна отвечать за свой тренерский состав. Поэтому, если сама марка фитнес-клуба отвечает высоким стандартам, то, естественно, весь персонал должен быть элитный. Я еще хотела разобрать такой вопрос, наткнулась как-то в интернете на заметку, и мне кажется, ну, клевета это или нет. Заметка состояла в том, что на самом деле не доверяйте друзья именно фитнес-тренерам, потому что они не помогут вам достигнуть какого-то результата, а будут держать вас на поводке. То есть, ну, вы достигли, да, на первых порах, то есть вы увидели результат, а потом вы якобы будете, как бы, ну, стоять на месте, чтобы для того, чтобы просто, так сказать, продолжать тренировки. Поэтому это заблуждение. Существуют ли вообще такие тренеры? Ну, возможно, но вы понимаете, когда у вас есть средства оплачивать эти персональные тренировки, то почему бы и нет? Потому что это и, соответственно, и компаньон на тренировке, и напарник, и это и общение, и мотивация. То есть, вы получаете 10 в одном, можно так сказать. Поэтому я рекомендую, настоятельно рекомендую пользоваться услугами фитнес-тренера. Вот, тем более, если вы занимаетесь у него долго, ведь это же уже является показателем. И смотреть на результаты, конечно же. Смотреть на результаты. И на его тоже, в частности. Как он работает над собой. Потому что, да, если тренер не работает над собой, это уже не настоящий тренер. А потом можно поменяться местами. А что ты, а ну-ка, брать 20 приседаний. Еще такой вопрос. Какое ощущение дает вам такое тело, которое вы имеете? Вы достигаете какого-то идеала своего внутреннего, правильно же? Стремитесь к чему-то? Ну, так сказать, своего идеала. Давно уже достиг это все уже, понимаете, издержки соревновательной деятельности. Так сказать, максимализм в мужском проявлении. Это и физическая, и внешняя сила. Вот. И все, в общем-то. Собственно, да. Ну, чувствовать уверенность в себе и быть довольным собой, да? Это наступило давно уже. Просто критерии соревнований, они, конечно же, требуют все большего-большего уровня. Ведь когда уже участвуешь на международных турнирах, естественно, уровень конкуренции гораздо выше. И нужно соответствовать. Не то, чтобы соответствовать, а быть на голову выше, чтобы выигрывать. Обходите. Ох уж этот мужской мир, друзья. Виталий Фатеев сегодня у нас в гостях. Далее поговорим непосредственно про фестиваль «Доброе сердце». Второй пилот. Друзья, неоспоримый факт, что нашему городу есть кем гордиться. Знаменитый штангист, победитель игры 96-го года в Атланте, многократный чемпион и рекордсмен планеты Андрей Чемеркин, наш земляк. И вот, призер международных турниров, мастер спорта по бодибилдингу Виталий Фатеев перенимает его эстафету пропаганды спорта. Наш земляк также. Виталий, ну, расскажите пару слов про пропаганду. Ну, понимаете, самый главный фундамент, который закладывается человеком, он закладывается в начале его пути, в детстве. Вот, что, собственно, мы и стараемся сейчас донести. Конечно же, не дай бог такое, что коснулось этих детей, да. Вот, ну, так или иначе, судьба человека в его собственных руках после какого-то определенного периода все уходят в свободное плавание. И вот, то, что они почерпнут сейчас в детстве, то и будет их сопровождать, и то и будет их мировоззрением. Виталий, а вот у вас есть какие-то ориентиры, именно кумиры, может быть, люди, на которых вы равняетесь? Вот, мы поговорили про Андрея Чемеркина, он для вас является таким человеком? Да, конечно же, это мой земляк, и с самого детства я о нем очень много слышал. Человек очень сильный, сильный характером, и вообще сильный. Во всех отношениях. Да, во всех отношениях. И что касаемо того, что он до сих пор продолжает популяризацию спорта, вот, участвуя в таких мероприятиях, что является сейчас, опять-таки, для нашей страны очень знаковым, да, проведение олимпийских соревнований в Сочи. Вот так. Кирилл, ну, давай непосредственно коснемся фестиваля «Доброе сердце-3». Если кто-то забыл, у нас сегодня в гостях также организатор и спонсор фестиваля «Доброе сердце-3» Кирилл Денисенко. Расскажи, пожалуйста, что было на прошлых фестивалях, какие были гости, какой был результат, что увидели в глазах детей? Это очень важно. А, ну, хотелось бы отметить то, как мы начинали, этот фестиваль начинался. Он, первый фестиваль прошел в селе Балахоновском. Мы поехали, выступили для детей. И те, вот, именно то, что мы сделали, то есть те люди, которые выступили, именно бодибилдеры, чемпионы Европы, был Артем Пяри, бронзовый призер Арнольда Классика, Алексей Подзолко, то есть собрали рыцарей, тогда у нас был Досав, кинологи, с их замечательными питомцами, и именно Антон Чайка. То есть дети – разные проявления, как творчества, так и спорта. То есть именно почему сделали акцент на селе Балахоновском, именно на этом детском доме? Потому что дети, которые в городских детских домах, им больше внимания уделяется. И вне зависимости от тех детей, которые в сельских детских домах, у них нет такого движения, ярких красок, нет таких каких-то примеров живых. То есть тех же бодибилдеров они могли бы увидеть только на изжелтеших старых журналах, может быть, плакатах, сохранившихся в 90-х. А тут приезжают эти чемпионы к этим детям, и, конечно, это такой резонанс произвело, что радость детей, вот это желание примера, что чемпионы приехали именно к ним. То есть дети, вот эта атмосфера, дети чувствуют себя особенными. И они могут выбирать. То есть среди музыки, среди исполнителей, какая-то сказка, какая-то атмосфера, рыцарский дух, турнир, рыцарский бой, когда интерактив детям дают поддержать это оружие, щиты, колчаны с лукой и стрелой. То есть эти горящие глаза, эти фаер-шоу, себя попробовать потом мастер-класс с поями. То есть дети получили заряд эмоций, которые в течение жизни не получали никогда. И когда уже перешло это на совершенно другой уровень, второй фестиваль, второй фестиваль Доброго Сердца, я горжусь, что в нем принял участие Игорь Гостюнин, Валерия Букина, то есть чемпионка по силовому экстриму, по пауэрлифтингу, и чемпион по классическому бодибилдингу Игорь Гостюнин. То есть это произвело на наш город очень огромный резонанс, привлекло огромное внимание. Игорь также тогда принял участие в местных соревнованиях. Собрал все призы. Собрал, да, все призы. И это было просто, было потрясающе именно для нашего города, именно в том формат мероприятия. Это был большой праздник. Праздник это хорошо, восхищение дети получили. А вы следите за результатами? То есть кто себя в чем нашел? То есть потом вы спрашиваете, ну, ребят, какие были результаты? Я периодически посещаю детские дома, то есть просто фестиваль. То есть это, конечно, вот такая шумиха, СМИ привлекается к нему, сами люди находят, потому что для нашего города это здорово. Здорово для нашего города, это правильно. Я очень хочу, чтобы больше примеров было. То есть больше людей, кто бы подражали, бы делали этот фестиваль. Потому что это действительно нужно. Нужно не только городу, нужны прежде всего детям. И после этих фестивалей я посещаю детей, эти детские дома. Я сотрудничаю с директорами этих детских домов. Дети рассказывают, они рисуют какие-то картины, у них письма, море, море впечатлений. То есть бодибилдеры. Конечно, самый большой отклик находит, это бодибилдеры. Потому что это прежде всего супергерои. Это супергерои, это суперлюди, на которых всегда хотели равняться. И что такое быть бодибилдером? Это быть героем, это быть героем по всем. То есть это отказываться от какой-то привычной жизни. Отредных привычек. Отредных привычек, да. Но это дисциплина, это упорный труд, и это именно такая работа ума, разума. Это нужно иметь огромный интеллект, чтобы знать, как тренироваться. Это нужно иметь природную интуицию, развивать ее. Даже как Виталий подчеркнул, что грамотный тренер, который в начале пути должен тебя наставить, дать тебе багаж базовых знаний, когда уже ты дальше сам продолжаешь. Вообще бодибилдеры, это как бы люди, спортсмены, спортсмены, это не командный вид спорта, это индивидуальный спорт, где человек сам решает, где его предел. То есть в бодибилдинге нет предела. Уже в течение 70 лет официального существования предела нет. То есть это человек сам решает. Единственное достижение цели, что его как бы препятствует, это время. Время, отведенное на это. И третий фестиваль, я очень горжусь третьим фестивалем, потому что принимает участие Виталий Фатеев. Виталий вообще свой человек. Он, когда я обратился к Виталию, он сразу же сказал, я приеду. Приеду для детей, конечно, выступить. Это было просто потрясающе, потому что в наше время очень мало доброты, понимания, очень много равнодушия. И почему тот же фестиваль называется Доброе сердце? То есть почему не невеликое, почему не легендарное, а потому что добрым тем могут позволить быть только по-настоящему сильные люди. Фестиваль состоится 25 января в субботу в 17.00. Друзья, фестиваль уже состоится, когда мы будем слушать этот эфир в прямом, так сказать, о его результатах. Я надеюсь, Кирилл, ты обязательно нам поведаешь. Через пару мгновений наша беседа продолжится. Первый, первый, я второй. Второй пилот. Ну и прежде чем продолжить слушать запись эфира 25 января этого года, предлагаю узнать, как же в субботу прошел фестиваль Доброе сердце 3, на котором направили сразу после записи гостя нашего эфира Виталий Фатеев и Кирилл Денисенко. Друзья, и вот у нас на связи организатор фестиваля Доброе сердце Кирилл Денисенко. Кирилл, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, как же прошел все-таки фестиваль в субботу, довольны ли участники, гости и ты сам, собственно говоря. О, фестиваль прошел очень великолепно, это, я реально доволен, и я рад, что я пережил фестиваль Доброе сердце 3, поскольку у меня еще, как ты помнишь, была тренировка в этот день совместная с Виталием Фатеевым, и я справился на отлично. Было очень много замечательных участников, даже те, кто не был запланирован. Приехал вот замечательный музыкант, исполнивший и депертуар ирландского гитариста Гэри Мура в композиции, в которую просто все люди закрыли глаза и погрузились в эйфорию. Было много веселья, шума, я очень доволен, все довольны, рады, и было очень, прозвучало в конце много добрых, добрых слов. Результат есть, мы искренне гордимся вами, и когда же ждать нам следующий фестиваль Доброе сердце? Следующий фестиваль. Ну, в ближайшее время, я думаю, его не придется ждать, к сожалению, потому что, вспоминая строки Результат Киплинга, в радостной надежде поставив все на свою цель, стань нищим и начни все сначала. Теперь я начинаю все сначала, и я не знаю, я знаю, что фестиваль Доброе сердце 4 будет, но я не знаю, сколько мне времени для него понадобится. Я думаю, теперь у тебя много соратников, и ты все-таки соберешь и силы, и средства на следующий фестиваль. На такое благое дело, думаю, люди потянутся. Спасибо огромное, что ты это делаешь. С нами на связи был организатор фестиваля Доброе сердце Кирилл Денисенко. Друзья, ну а если вы забыли, я хочу вам напомнить, что фестиваль Доброе сердце создан специально для детей из Ставропольских детских домов. Кирилл приглашает звезд наших различных сфер жизни, так сказать, спортсменов, звезд шоу-бизнеса специально, чтобы мотивировать детей, их восхитить и увидеть реакцию, направить их, сказать, в большую жизнь. Ну а сейчас узнаем, чем же закончилась наша беседа в субботу. Первый, первый, я второй. Второй пилот. Друзья, программа Второй пилот продолжается. Сегодня у нас в гостях абсолютный чемпион Московской области, абсолютный чемпион Москвы, чемпион России, бронзовый призер Арнольд Классики Европа, призер международных турниров, мастер спорта по бодибилдингу Виталий Фатеев и организатор и спонсор фестиваля Доброе сердце 3 Кирилл Денисенко. Еще есть пара вопросов, которые я хотела бы успеть в нашем эфире рассмотреть, и первый из них это как же привить любовь к спорту людям? Почему они на негативные какие-то вещи реагируют гораздо положительнее и, ну, как сказать, может быть, потому что это проще, как все-таки заставить человека заниматься собой? Человек должен видеть прежде всего результаты других людей. Это, вы понимаете, цепная реакция, собственно. Когда видят, что человек здоровый и он классно выглядит, конечно, они все будут стремиться к такому же. Вот. А если нас будут окружать люди, которым вообще все равно, как они выглядят, ну, конечно же, общество будет идти. Ну, вот, я хочу, опять-таки, вернуться к ориентирам, да, правильным. Вот. И, опять-таки, государство должно возложить на свои плечи путем создания учреждений именно для детей, которых дети могут бесплатно прийти и выбрать для себя какую-то секцию, выбрать направление, в котором им будет интересно развиваться. Не обязательно, чтобы это носило какой-то соревновательный характер в дальнейшем. Вот. Но, так или иначе, это будет занятием не только в их молодости, но и, возможно, на протяжении всей жизни. Потому что тело нам дается один раз на всю жизнь. За ним нужно следить. Следить так же, как за вашей квартирой, за машиной, да, собственно, так же, как и за детьми. Вот. За собой тоже нужно следить. Следить за собой. Следить за собой, да. Также хотелось бы отметить, что это проблема еще и общества. Чтобы сын не был похож на Барта Симпсона, нужно, чтобы отец не был похож на Гомера Симпсона. Нужно менять менталитет нашего общества. Если посмотреть Запад, Америка, Калифорния, то есть, сколько спортивных парней и девушек. И если выйти у нас на улицу, что мы видим? Совершенно дементрально противоположно. То есть, ребенок, нужно менять наш менталитет, сознание. И тогда ребенок, видя уже пример вокруг себя, он будет хотеть тянуться. Ну, например, Саша Кадзоев, чемпион по бодибилдингу, перешел в про. То есть, его пример становления, как он пришел в спорт. Во дворе был парень накачанный, начал заниматься по этому примеру. То есть, нужно менять менталитет, менять сообщество. Государство очень хорошо, но нужно начинать с самих себя. Если вы начнете с самих себя, то вы послужите, пойдет цепная реакция, вы послужите примером. Люди будут хотеть... Ну, вот, Кирилл, я хотел бы немного поправить само выражение. Накачанный, это немного неправильно. Я бы сказал... Я просто процитировал, процитировал. Хорошо. Это нехорошая фраза. Хорошо. Прежде всего, это человек физически развитый. Физически развитый. Накачанный, ну, это какой-то стереотип или неправильный сленг кто-то когда-то придумал. Вот. На самом деле, это именно так. Физическое развитие. Оно так же важно, как и умственное развитие. Вы понимаете, человек, если и звучит, да, как это один классик сказал, человек это звучит гордо, да? Да. Да. Так вот, оно звучит гордо лишь в том случае, что если человек занимается полностью собой в целом. Если он и выглядит гордо. Да, конечно. Не только звучит. Конечно. То есть культура тела, культура мышления, это сознание. Да, культура вообще в массы. Духовное развитие, умственное и физическое. Вот все три слагаемых, которые дают человеку успех в жизни. Ну, я с вами полностью согласна. То есть система мне понравилась, когда все вокруг будут такие, то есть твое аспортивное поведение, оно будет отличаться от других. Ты уже знаешь, что ты делаешь что-то неверно. А сейчас наоборот, спортсмены, они наоборот выделяются. То есть получается, норма это не заниматься, а заниматься это не норма. Когда у нас такое распространение, спорт получит, все, так сказать, подтянутся. Еще я для себя сделала такое открытие интересное. Не знаю, меня, например, это мотивирует безумно, чтобы делать какую-то хотя бы зарядку по утрам. Организм человека настолько сложная система, просто невероятная. И относиться к нему халатно, ну, это просто глупо, как минимум. И чтобы чувствовать себя до самой старости, прекрасно, и использовать этот механизм, как правильно Виталий сказал, как вы следите за своей машиной, следите за собой, друзья. Ну, Виталий, хочу вернуться еще к такому вопросу. Вы уроженец у нас Ставрополя, мы очень горды этим. И хотелось бы узнать, вы Ставрополь уже, так сказать, переместились из него на ПМЖ уже в Москву. Как изменился за эти годы наш город? Ставрополь становится красивее, появляются новые районы, также хочется отметить большое количество новых фитнес-клубов. город растет, и мне он нравится все больше и больше. Наверняка скоро вернусь обратно на постоянное местожительство. Москва уже в сравнении со Ставрополь не так впечатляет. Да, почему? Потому что город уютней, спокойней, более размеренный. И близкие рядом. Да, и близкий, близкий город. Родной. Друзья, наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Я хочу, чтобы вы пожелали нашим слушателям еще немножечко, вы и так уже очень много им посоветовали и пожелали, что хотелось бы сказать в конце, какой месседж донести, так сказать? Занимайтесь спортом. Коротко и по делу. Совет от Виталия Фатеева. Кирилл, а ты что бы хотел сказать? Ну, я хотел сказать не коротко. Не оставайтесь равнодушными. То есть, начинайте себя, изменяйте мир себя и людей вокруг, и мир станет лучше. Спасибо огромное за такие слова. Мы желаем удачи вам, новых побед, свершений и больше единомышленников и последователей. Мне кажется, это сейчас как раз таки ваша цель. Друзья, сегодня у нас в гостях были абсолютный чемпион Московской области, абсолютный чемпион Москвы, чемпион России, бронзовый призер Арнольд Классик Европа, призер международных турниров, мастер спорта по бодибилдингу Виталий Фатеев и организатор и спонсор фестиваля Доброе сердце 3 Кирилл Денисенко. Спасибо огромное, что пришли. Ждем вас в гости еще. Спасибо вам. С вами была Анастасия Денисова. До скорого.